Все материалы ваших проверок направляются в правоохранительные органы. Я бы хотел узнать, уточнить, есть у вас информация, что за 18-й год выгодно ли выгодно хотя бы одно уголовное дело и, соответственно, цветовое, как говорится, с переговором. Здравствуйте, Роман Сергеевич, вопрос. Уважаемый депутат, как я уже сказала, в своем докладе о заключенных соглашениях обращенных палаток. По окончании проведки направляются автопроверок, отчеты, выисправоохранительные органы. Как правило, раз год, когда уже год стекает и мне необходимо готовить отчет, направляются запросы в эти правоохранительные органы на том, были ли воспреждены воровные дела, потому что мы не всегда это можем видеть, а если мы так не сматываем состав выступления, то не значит, что правоохранительные не сматываются. Значит, вот в предыдущие годы, я просто напомню, эта информация у нас по итогам проверки, я правду говорю, по итогам проверки 2016 года, в прошлом году, были воспреждены два уголовных дела, и по итогам проверок 2017 года, а в этом году, значит, правоохранительные органы дали мне информацию, что вот по 2018 году, в 2018 году мы были воспреждены уголовные дела. Ну, вот так вот, и все, что официально я знаю. Я хочу еще добавить, это вот пробоводные, но вот по проверке Альбатроса, значит, прокуратура потом дополнительно сама проводила проверку, такая официальная в классном селите, собрание направленное, это там, где личная заинтересованность и ограничение конкуренции, по итогам этой дополнительной проверки направлялись материалом по управлению федеральной основной службы, который признал, что на самом деле ограничение конкуренции. Альбатрос. Вот, коллеги, я тоже хотел ласково сказать по этому вопросу, посмотрите, у нас что получается, да, вот сейчас мы заслушали анчет за 2018 год, да, там, взяли Альбатрос, да, построили его чуть больше 100 миллионов, выявлено нарушение тоже 100 миллионов, у нас речь идет о заинтересованности лиц, да, которые исполняли свои должностные обязанности не должным образом, у нас есть и целевое использование. Очень много внушений, которые были выявлены, просто, ну, лично мне пока вот непонятно, почему у нас, на каком этапе у нас тормозится вообще вот эти дела, потому что есть, я так понимаю, там, если доходит дело до возбуждения уголовного дела, да, то на каком-то этапе мы потом до финала не доходим, да, вот вчера в СМИ прочитал о Саратове-Быстрове, да, обманутых дольщиков, там человек, который фактически загнал полгорода в долги, я имею в виду, в дольщиков, фактически его чуть не отпустили из-за того, что дело было закончено, то есть рассмотрение дела, прошли все сроки, и он там на следующий день должны были выпустить. На следующий пример очень много, у нас есть там пример в 10-й школы, мы сейчас тоже, наверное, ждемся того, что сроки все пройдут, и люди, которые в этом принимали участие, выводить земель, строительство, занимали базовый рост, дело закончится тем, что они просто пройдут все сроки, и люди окажутся, как говорится, чистыми, да. Мы говорим о том, что нецелевые используют денежные средства, десятка миллионов, и тут получаем штрафы, там, 10-20 тысяч, причем эти же руководители, к сожалению, тоже некоторые, да, остаются работать. Поэтому вот здесь вот момент такой, мне кажется, тоже, и пользуясь там случаем, и к СМИ тоже обращаюсь, мне кажется, как бы не хотелось бы, чтобы вот такие несправедливые вещи, которые у нас в городе Блаково пролискуют, они в итоге, в конечном итоге взаменались, где-то в каком-то этапе притормаживались. Потому что, ну, факт это есть, вот говорят, даже, я понимаю, что, может быть, хотя Владимир, это не сотрудник правогранительных органов, но, тем не менее, выполняют уже большую работу именно в положении выявления нарушений. Эти выявленные нарушения, они отправляются, соответственно, к правогранительным органам, причем во все. А тут, получается, не знаю, где-то следственные комитеты, или на кого, решить не буду, но хотелось бы все-таки получить конечный результат всех этих проверок, всех этих нарушений, чтобы это было виновно все-таки, получив достойных доказаний, а не закончилось тем, что, извините, сроки закончились, и у вас просто работа правоогранительного органа у нас закрывала, и спасибо большое. Есть еще вопросы?